Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи таалей ва баракату, дорогие прихожане, братья, мусульмане, уважаемые джамаат. Поздравляю вас с очередным праздником Явму Джума, с пятничным собранием. Хвала Всевышнему Аллаху, который сделал пятничное собрание шааири ислама, то есть традицией, ритуалом, обрядом ислама для того, чтобы мы получали знания и улучшали свою внутреннюю природу, улучшали свой амаль, имели правильное вероубеждение и достигали довольствия Всевышнего Аллаха в своем поклонении и служении Ему. Мы с вами, дорогие мои друзья, живем в таком обществе, в такой стране, где царит не исламская религия, другая религия, другие традиции, другая культура, другое религиозное и культурное начало. Здесь, в этой стране, многое из того, что нам кажется ненормальным, здесь считается нормальным и наоборот. Поэтому мы должны знать, должны уяснить некоторые знания относительно нашей религии, относительно положения некоторых аспектов нашей религии. То есть, в частности, так как мы живем в стране, где имеются неточности и искаженная информация об посланнике Всевышнего Аллаха, Иссе, алей-салям, об Иисусе. И поэтому мы сегодня проведем лекцию, худбу на тему о пророке Иса, алей-салям, кем он на самом деле являлся, был ли распят или не был распят, был ли убит или не был убит. И про истинную его сущность мы сегодня будем с вами говорить. Информацию, еще раз повторяю, об этом мы должны иметь стопроцентную, потому что, если мы не будем иметь информацию об сущности, об истории Иссы, алей-салям, мы волей-неволей будем перенимать информацию, которая распространена в окружающем нас обществе. Поэтому мы должны пройти вот эту тему обязательно. Это очень актуально на сегодняшний день и в нашем сегодня государстве, в этом обществе. Рок Иса, алей-салям, он является, ну, Расул-Уллахом, то есть посланником Всевышнего Аллаха. Расул-Уллах, то есть это посланник Аллаха, есть Наби, пророк, есть посланник Аллаха. Наби, он, то есть пророк просто, да, он следует за шариатом, за шариатом предыдущего посланника Аллаха. То есть он не несет в себе новый шариат, новый куч. Он следует пути и предписаниям предыдущего посланника Аллаха, Расул-Уллаху. То есть Наби просто не дана книга, да, от четырех. Мы знаем, что было четыре книги, да, это Таврат, Забур, Инджир и Ур'ан. Четыре книги было неспослано. Расул-Уллахи это те, которым неспослана хотя бы одна из книг. То есть и они являются родоначальниками нового шариата. То есть когда была неспослана Тора, был шариат Торы, Таврат. Когда был неспослан Забур, псалфиль, да, по-русски, начался шариат Забура. Когда был неспослан Инджир, то есть благая веса, пророку Исе, начался шариат Исы. И каждый уверовавший должен идти, был за шариатом Исы, за знаниями, которые получал от Всевышнего пророк Иса, алей-салям. Когда же пришел Кур'ан, был неспослан пророку Мухаммаду, ст. с.а. Все верующие должны идти за Кур'аном и предыдущие, какие бы ни были книги, они, их действия, их закон, их постановки, каноны, они отменяются автоматически. И сегодня, с сегодняшнего дня и до судного дня, единственной книгой, которой должны руководствоваться верующие, это только Кур'ан. Только Кур'ан. Пророк Иса, продолжаем. Пророк Иса, алей-салям, родился в Худдуще, то есть в Аль-Кутс, это Иерусалим, многие из нас знают, да. Спустя шесть месяцев после рождения пророка Яхи, то есть в предтече предшествовал рождению и появлению пророка Исы, пророк Яхи. Пророк Иса, алей-салям, самый последний, говорится, из пророков, неспосланный к сыновьян Исраиля. То есть мы знаем, что большинство пророков последних дней неспослалось к бану Исраиля. То есть сынам Израиля. И Иса, он также был послан народу Израиля, и он был последним из пророков, посланным к этому именно народу. Потому что Мухаммад, алей-салям, он хатам анбия, то есть печать пророков, и он неспослан ко всем абсолютно народам. Абсолютно ко всем народам, ко всем джинам и ко всем восемнадцати тысячам миров, которые создал Всевышний Аллах. Он, говорится, четвертый, то есть пророк Иса, алей-салям, он четвертый из пяти великих пророков. То есть великих пророков, величайших пророков, их пять, да, перечислены. Это первое, Адам, второй, Ибрагим, потом Муса, Иса, Мухаммад, салям-аллаху алей-салям. То есть пять величайших пророков, Иса, он был до пророка Мухаммада, салям-аллаху алей-салям, и является четвертым из пяти наиболее возвышенных пророков. Пророк Иса, алей-салям, получил пророчество в возрасте тридцати лет. То есть как пророку Мухаммаду, салям-аллаху алей-салям, пророчество было неспослано в сорок лет, пророк Иса получил пророчество в тридцать лет. То есть пророчество, это, как понимать, то есть ему был неспослан инджиль. Инджиль, то есть благая вещь, да, это один из хитабов, одна из книг. Было неспослано в тридцатилетнем возрасте. Также, чем отличается еще Иса, алей-салям, он был вознесен живым на небеса. То есть мир базар. Мир, где души ожидают часа восстановления их тел и вывода, чтобы пойти и отчитываться, давать отчет на месте макшар в судный день. То есть он был живым вознесен в этот мир. Ближе к судному дню Иса, алей-салям, вернется в наш мир, женится, то есть у него будет жена, будет иметь детей. У него будет полноценная семья, он встретится с Мадди и будет распространять Иса, алей-салям, во всем мире. Пророк Иса, алей-салям, умрет в Медине Мунавара. Маддин Атоль Мунавара, он встретит Азраиля, и он заберет в него душу, и Иса, алей-салям, будет похоронен рядом с могилой Мухаммада, ас-аллаху алей-салям, и до сих пор для него там держится место. Чтобы лучше узнать про пророку Иса, про пророку Ису, алей-салям, надо окунуться в глубь истории и узнать о предвестниках, предпосылках к его появлению и, соответственно, знать немного о его матери, о благочестивой Марии. О благочестивой Марии. А Мария – это женщина, единственная женщина, о которой сказано в Коране. В Коране нет ни одного имени, ни одной женщины, кроме благословенной, праведной Марии. То есть матери и сына. Мария днем и ночью поклонялась своему Создателю. Среди сыновей Исраиля ее богобоятельность стала известной. У нее было много караматов, то есть чудес. Она была из избранных рабов Аллаха. В Коране она восхваляется, как среди, благочестивая. И сказано в Коране. Перевод смысла примерно такой. Вспомним Ахамат, как ангелы сказали. О Мария, воистину Аллах избрал тебя, очистил двери и возвысил над женщинами миров. О Мария, будь покорный Господу твоему. Падай ниц, то есть делай сожда и поклоняйся вместе с теми, кто поклоняется. Вместе с теми, кто поклоняется. Повинуясь приказам, ее богобоятельность возросла так, что она совершала молитву так долго, что ее ноги опухали, и от слез, которые она проливала в молитвах, были трещины на ее щеках. То есть она была одна из праведнейших женщин за всю историю человечества. И вот именно такой женщиной святой был дан ребенок, который был рожден без участия мужчины. И это было как знамение для верующих. Всю с ней Аллах дал ей весть, что у нее будет ребенок без отца. Говорится, вспомни Мухаммад, говорится в Коране, Сура Аль-Имран. Вспомни Мухаммад, как ангелы сказали. О Мария, воистину Аллах словом своим сообщает тебе радостную весть. То есть инжиль, ты родишь сына. Имя его Масив Иса, бин Малин, сын Марии. Вот интересно, что имя у рабов, у семитов, у евреев до того времени, и сейчас после имени добавляется Ибн такой-то. Например, Ибн Хусейн, да, Хасан Ибн Хусейн. Хасан сын Хусейна, например, да, то есть имя отца. Но у Исы после Ибн, то есть сын, добавляется Мария, женщина. То есть говорится, что у него нет отца. Это свидетельство того, что он был зачат без отца. Это сказано в Коране, и мы свято верим во все, в каждую букву, которая сказана в Лохане, и не подвергаем это сомнению никакому. Он будет говориться, продолжается, продолжается, что он будет, почитаем, в этом и будущем мире, и приближен к Аллаху. Ангелы сказали, он будет разговаривать с людьми еще в Калайбеле, и взрослым будет он из числа праведника. Она сказала, Господи, как может быть у меня ребенок, ведь не касался меня ни один мужчина. То есть она говорит, да как у меня может быть ребенок, когда у меня не было ни каха, и не была я блудницей, то есть никогда не совершала зина. Как может у меня появиться ребенок? Но ангел сказал, что такова воля Всевышнего Аллаха. Ангел Дибраиль, да, был к ней неспособом. И он сказал, что такова воля Аллаха, и Всевышний Аллах скажет, то есть он скажет, будь, и оно то, что будет. Для него труда это не составляет. То есть он сделает знамение в своем помазаннике, в массиве пицца. И так и произошло. В то время Мария, святая Мария, она училась в Мадресе, в Мадресе, и у нее была отдельная комната, так как она была девушкой, Мадресе в основном тогда в Иудеи, да, вот в этом государстве, учились, что он только мальчики, но ее приняли тоже за ее праведность, за ее чистый лик, за нут, который исходил от нее. Ее приняли в Мадресе, но определили в отдельную комнату. Закария, то есть покровитель ее, это, получается, был ее дядей, был ее дядей, он открывал дверь своим ключом и закрывал дверь своим ключом. Он удивлялся тому, что у Мария, каждый день, когда он приходил к Мария, у Мария стояли фрукты, гранаты, финики, те фрукты, которые даже во время зимы, их не должно быть, они у нее были. То есть вот такой карамат был у Мария. Карамат, все знают, это чудо, которое даруется приближенным, рабам Всевышнего Аллаха. И он удивлялся, он спрашивал, откуда у тебя это? И она говорила, это от моего Господа, это от моего Господа, то есть от Всевышнего Аллаха, мне на пропитание. То есть это было одно из чудес караматов Мария. Говорится, что когда ангел Дебраиль пришел к Мариям, он пришел в виде красивого юноши, он пришел в виде красивого молодого человека, в ослепительно белой одежде. И Мариям, так как она была праведной, и укрывала себя, и свой ауран от мужчин, и разговаривала с ними, она сказала, «Воистину я уповаю в защите от тебя на милостивого Господа, если ты богобояснил». Дебраиль, в свою очередь, ответил, «Воистину я только послание Господа твоего и пришел даровать тебе причистого мальчика». Мариям воскликнула, «Как может у меня родиться мальчик, если меня не касался мужчины и не бывая блудницей?» Дебраиль сказал, «Так оно будет». Аллах скажет, «Кун, паякун, и оно встанет, и этот вопрос уже решен». То есть это свидетельствует о том, это точка зрения сходится с точкой зрения сегодняшнего христианства, о том, что Иса, или Иисус по-русски, в русской традиции, он именно был рожден без участия в этом деле мужчины. И сказано, даже в Кур'ане сказано, что Иса, алейхиссалям, он подобен пророку Адаму. Он подобен пророку Адаму в том, что Адам также был сотворен из ничего. То есть у него не было ни отца, ни матери. И Иса тоже был сотворен из ничего в утро в животе Мария. То есть он подобен Адаму, сотворен из праха. Всевышний Аллах сказал Тун, и он встал. То есть будь, и он появился. После того, как Мария забеременела и соль понесла в животе насиха Иса, она ушла на восток. Она ушла на восток от Иерусалима, от Алькутца, и уединилась в определенном месте. Поэтому христиане молятся в сторону востока, куда ушла Мария. Она родила Ису, под высохшим деревом, под высохшей пальмой. И Ангель Джибраев сказал, потряси эту пальму, и на тебя посыпятся финики. Это дерево было высохшее и уже давно погибшее. опять же один из караматов Мария потрясла эту пальму и на нее посыпались свежие, сочные финики. А под пальмой начал протекать ручей из чистой свежей воды. она поела и утолила жажду. Вот это один из караматов челушнего лада, который был дарован Мария. После того, как Мария родила Иссаля Иссалям, она пошла в город, в Иерусалим. Конечно, она Мария была очень праведная женщина, которая постоянно держала пост, держала уроза. А в то время в иудейской традиции держать пост было немножко отличным, чем у нас. Мы, например, с восхода солнца до начала рассвета, до захода солнца, мы не кушаем и не пьем, и не исполняем мужские, супружеские обязанности. У иудеев в то время было так же все, но еще плюс, они еще и не разговаривали ни с кем. Они ни с кем не разговаривали. То есть пост заключался в том, чтобы не говорить ни слова. Если слово сказали в то время, 2000 лет назад, такой пост держали в то время в той местности, то есть если сказали одно слово, пост у них автоматически нарушался. И естественно Мария она чуть ли не каждый день держала пост. И ей было сказано, что не нарушай пост, даже если тебя будут спрашивать о том, откуда у тебя младенец. Вы сами понимаете, что естественно иудея в того времени она была тоже нравственным государством, нравственной страной, где жили люди, которые исповедовали веру своего Господа и у них определенные были каноны. И считалось зазорным то, что женщина родила ребенка и у нее нет мужа, не было никакого ничего, ее посчитали блудницей. Люди того времени в той местности посчитали ее блудницей, когда увидели ее с ребенком. То есть они сказали Мариям нагуляла этого сына на руке, они сказали Мариям нагуляла этого, то есть этот ребенок Валя Дузина, то есть который рожден от совершения зина сказали вот эти люди. Но руководствуясь приказом Всевышнего Аллаха который был передан через ангела Джибраиля не нарушать пост и не отвечать им ничего чтобы они не говорили. Когда вот этот сплетник, когда вот эта клевета на нее достигла апогея, то есть когда это все уже увеличилось настолько, что уже нельзя было терпеть, они уже собирались закидать ее камнями, они собирались уже казнить ее за то, что она совершила блуд, прелюбодеяние. И она не сказала, она показала кстати вот от этой истории и идет обряд крещения, то есть когда крестьяне делают вот так на универе, то есть крестятся. но многие из них даже сами не знают откуда эта традиция идет. Когда к Марьям обратились люди и сказали ты нагуляла этого ребенка, она не вытерпела, но не говорила словами, она показала, она сказала, показала налог и сказала, то есть в моем такдире, в моей судьбе, многие говорят, вот на лбу написано это судьба, тогда тоже такое же выражение было, она сказала, в моей судьбе, то есть показала, в моей судьбе, в такдире предписан этот ребенок, показав на ребенка, то есть предписан вот этот ребенок, и ангелы опоза это Роман Катибин свидетелей этому, то есть она вот так сказала, в моей судьбе предписан этот ребенок, и ангелы свидетели этому, вот до сих пор, то есть они так делают, И вы тоже должны знать вот эту историю. Но спросите у них, они многие тоже не знают знания, забыт уже об этом. Это вот эту историю, да, рассказал наш устаз Шейх Аулия, очень значимый человек, посвященный в таинство сокровенных знаний. Ну, что касается Рождества, например, да, праздника, когда люди празднуют Рождество, как-то вот один человек задает мне вопрос, говорит, почему мы день рождения пророка Мухаммада, а саралава, либо салям празднуем, а день рождения, например, если не празднуем. Ну, позвольте, как мы будем праздновать рождение, если когда мы даже не знаем, когда он родился, но точного не знаем числа, когда он родился? Или у нас другой календарь, например, да, христиане празднуют, католики празднуют 25 декабря, православные 6 января, другие христиане еще когда-то, протестанты, например, некоторые из протестантов вообще не празднуют этот праздник, ссылаясь на то, что не по сведению достоверных, когда родился. Так я у этого человека спрашиваю, а когда, по какому тогда мы календарю будем праздновать, с кем, с протестантами, с католиками или с православными Рождеством? То есть, естественно, мы не знаем точных сведений даже, когда он родился, но мы уважаем их религию, говорим, вам религия ваша, нам наша. И спором с ними не предаемся, а только наставляем, делаем Далах только мудрым и добрым словом. И тем более, мы знаем хорошо хадис, где говорится, «Менташабаги бихаумин хагуамин гум». «Менташабаги бихаумин хагуамин гум». То есть, кто уподобляется какому-то народу, тот из них. Кто хочет быть похожим, стремиться на какой-то народ, тот из них. Поэтому мы, естественно, праздники, которые отмечают другие конфессии, мы не празднуем. Мы не празднуем. Когда одним из знамений, да, одним из знамений вот этого чудесного рождения Иси Алей-Исалянов, было то, что он разговаривал с людьми, будучи еще в колыбели. Вот после того, как Мария показала, да, что этот ребенок был в моем табдиле предписан, то есть в моей судьбе предписан, она сказала, что спросите у него, то есть жестами, да, жестами рук показалось, что спросите у него. И люди сказали, как мы, это тоже в Суре Мариям, в 29-м аяте сказано, как мы можем разговаривать с ребенком, который в колыбели. Ну, понятно, да, если ребенок несколько дней отроду, как он может что-то говорить? Он только может плакать. Но здесь промысел Всевышнего Аллаха, и он дал карамат и мурдизат и сель, да, то есть знамения и способность совершать чудеса. И Иса Алей-Исалям прямо из колыбели, то есть в чем держала его святая Мария, он обратился к людям и сказал, То есть говорится, да, он сказал, что поистине я, Абдуллахи, раб Аллаха, то есть дано мне китаб, данный китаб, то есть инжиль, и сделал меня Аллах пророком, сделал меня Аллах пророком. Дальше продолжается, это все взято из Курана, да, это из Курана сведения, то есть это истина. Дальше продолжается, Говорится, переводится так, И сделал меня Всевышний Аллах мбараком, то есть благословенным, где бы я ни находился, и предписал мне салят и закат, то есть и предписал мне молитву и выплачивать закат. До тех пор, пока я жив. До тех пор, пока я жив. Дальше он продолжал, это я напоминаю, он обращался к людям из колыбели, которая находилась в руках Мария. Квабаран бивали дяти валян яджианни джабаран шапиен, и говорится, что сделал меня почтительным к матери моей, и не создал меня невнемлющим Всевышнему Господу, лишенным благословения. И заканчиваются его слова, которыми он обратился к людям. И говорится, мир мне, то есть спокойствие, я буду в спокойствии в день, когда родился, в день, когда умру, и в день, когда воскреснул к жизни. То есть вот такими именно словами, мы сейчас их прочитали и перевели, про Иса Али-Иссалям, он обратился к людям. После речи Исы, это знамение, вокруг Марии стояла в круг толпа, и они слышали, они слышали своими ушами, как ребенок, которому несколько дней всего лишь, он обращался к ним к этому словами, и многие из этих людей уверовали, и клевета на Мария прекратилась, хотя и на время. Потом те, которые не видели этого знамения, они поставили все под сомнение, все под сомнение поставили, и начали, и продолжили свои поздние против Марии. И говорится, что после этого Мария и ее сын Иса, они переселились в Миср, в Египет. И Иса показывал там свои знамения, распространял ислам, и многие, вот там как раз зародилось христианство, да, как мы называем, но на самом деле любое христианство в изначальной своей форме, когда люди шли за Исой, это тоже ислам, потому что ислам переводится, ислам переводится как покорность Богу. Поэтому последователи, те, кто последовал за Иса в то время, в то время, подчеркиваю, в то время, пока не пришел следующий пророк, те, кто последовал за Муса, те, кто последовал за Ибрагимом, Мухом, они все были мусульманами. И Иса, соответственно, распространял в Египте ислам, который мы называем христианством, да, чтобы не путаться. Переводится покорность Богу, поэтому распространял истинную религию в Мисрии, потом его религия, наша религия, она распространилась уже на другие территории. И после 12 лет, проведенных в Египте, пророк Иса вернулся в Иерусалим и поселился в поселке Насыра. В поселке Насыра, то есть около Иерусалима было селение, как вот в Хабаровске, да, есть Матвеевка, там Николаевка, Некрасовка, там около Иерусалима тоже есть поселение и одно из них называлось Насыра. Называлось Насыра и поэтому христиан стали называть Насалиюн. Насалиюн. По названию вот этой деревни до сих пор, кстати, христиан, арабы, многие называют Насалиюн. От названия вот этой деревни. Когда ему исполнилось и все 30 лет, ему было исполнилось евангель, который мы говорили. Также надо сказать, что в священных книгах, то есть в Таурате, в Забури, в Индиле сказано о пришествии пророка Мухаммада саллаху алейхи вассалям и пророк Иса, алейхи салям, он знал о пришествии пророка Мухаммада. Даже история о том, что пророк Иса вернется еще вторым пришествием, то есть будет как знамение перед судным днем, тоже повлиял наш пророк Мухаммад саллаху алейхи вассалям. Мало кто знает эту историю, но мы расскажем ее сегодня, что во времена того, как Иса делал Дават, распространял религию единобожие на народы, которые проживали на территории современного Мистра, то есть Египта, ангел Джибраэль, чем отличался вот Иса, почему его называют Рухом, Рухулах, то есть Рухом Аллаха, потому что с ним постоянно находился Ибрагим, Джибраэль, постоянно с ним находился, ангел Джибраэль, и подсказывал его, и учил его, и потом впоследствии передавал им джин. И когда они с Джибраэлем проходили мимо одной местности, там была келья, и там было несколько десятков человек, которые всю жизнь свою только молились, только читали намаз. И в 80 лет там уже были глубокие старики, они с рождения только, что делали, это только совершали намаз, просто ничего не делали. То есть поклонение, поклонение всю жизнь, 80 лет. И пророку Иси, алей-иссалям, понравилась вот эта вся ситуация, и он отметил словами перед Джибраэлем, что вот какие молодцы, отринулись от всего мирского, оттранились от всего мирского, только поклонением занимались. И ангел Джибраэль что сказал? Он сказал, будет последний пророк, выйдет последний пророк, хатан-ан-би-я, то есть печать пророков, и один намаз, один садат, одна молитва последователей этого пророка будет больше по салабу и баракату, чем 80 лет поклонения тех людей. по салабам, посмотрите, у мусульман один намаз, больше по салабам и баракату, чем 80 лет поклонения тех людей, которых видели Исаи и Джибраэль. Поэтому цените свой намаз, цените этот дар Божий. Ни у одной религии нету пятикратного намаза, который, когда человек читает, Всевышний Аллах держит его в религии. Так же говорится, что один из сподвижников подошел к посланнику Аллаха и начал жаловаться на другого сподвижника в том, что он тот и тот совершает такие-то и такие-то грехи. И посланник Аллаха спросил, совершает ли он пятикратный намаз. Он сказал, да, совершает. Тогда, говорит, он поистине бросит это дело. Рано или поздно. Рано или поздно он завершит делать вот эти грехи. И сказано в Коране, что от похища, от мерзостей, от всего дурного намаз именно оберегает. Держите намаза, держитесь. Только скажите себе только мертвый я только не буду читать намаз. Пятикратный намаз. Это ключ края. Миктаху Джаннати Салят Вамиктаху Салят Тугу говорится. Ключ от рая Салят молитва. Ключ от Салята от молитвы Тахарат. То есть это форма успеха. Пятикратный намаз. Держите, остальное все придет. Остальное все придет. то есть вот такие вот были чудеса Иса Алей Салям и говорится, что потом продолжение вот этой темы, когда пророк Иса Алей Салям увидел вот этих людей, которые восемьдесят лет молились и Джибраэл сказал Алей Салям что будет последняя ома последнего пророка и их поклонение будет равняться от один намаз им будет равняться восьмидесяти годам поклонения. И что Иса сказал Алей Салям Он поднял руки дурак Аллаху и сказал О все учня Аллах сделай меня из последователей этого последнего пророка сделай меня из числа последователей этого последнего пророка а так как дуа пророка принималась Всевышний Аллах внял его молитвы и сделал так что Иса уже был до пророка Мухаммада он еще будет последователем пророка Мухаммада то есть последователем пророка Мухаммада последователем последователем его шариата. То есть во втором пришествии, когда перед судным днем он явится, и будет он провозглашать религию ислам, религию пророка Мухаммада, и следовать его шариату, и соблюдать то, что соблюдаем мы сегодня. И объединит мусульман, и Марди будет с ним. И говорится, что он убьет даджаля, о котором мы проходили на прошлом нашем собрании, на прошлом нашем уроке. И воцарится на земле 40 лет халифат, истинный халифат пророка Мухаммада, под предводительством Исы, отчистится земля от греховного. Говорится, что олени рядом с ольгом будут стоять, и лев не будет трогать олени. Говорится, что ребенок будет играть со змеей, ядовитым, и змея не будет его кусать. То есть исчезнет грех, соответственно исчезнет и наказание за грехи в этом мире. Потому что все ваши проблемы, они исходят именно от совершения грехов. Грешите, конечно, и будут дети ваши болеть, и будут у вас проблемы от этого. Если не будете грешить, и вас не за что будет наказывать в этом мире. Соблюдайте все эти принципы. Знайте о том, что вы мусульмане. Ля и ляга и ля ллах распространяйте на этой земле. Ведите себя покорно Богу, так как предписано Всевышним Аллахом в Коране, в хадисах Расулу Аллаха, в царе Аллаху али-васалям. Смотрите, вот здесь вот на нашей земле, в Хабаровске, на Дальнем Востоке, какая репутация сложилась у мусульман? Не очень, не очень красивая. Не очень хорошая репутация. Опять же это измысление шайтана, головки сатаны в этом деле. Из телевизора постоянно льется грязь на нас. Вот то-то, то-то, вот гастарбайтеры, вот мигранты, вот мусульмане, то-то, то-то сделали, тот своровал, тот изнасиловал, тот еще что-то там. Один раз, вот недавно, совсем несколько дней назад, я, по-моему, по первому каналу, по центральному телевидению, шла передача и показали видео, снятое на мобильный телефон. на мобильный телефон. Как один из наших собратьев, который приехал зарабатывать, трудовых мигрантов, помог бабушке, стареньке, русской бабушке, перенести сумку через эскалатор, ну, через лесенку, в метро. Это кто-то заснял на мобильный телефон и выложил в интернет. И так я был рад, когда вот это увидел, и сказали, что вот, смотрите, вот, на мигрантов вы говорите, а вот, смотрите, человек, никто, говорит, из тех, кто рядом проходил, из местных, не помог бабушке, хотя была сумка тяжелая. А наш собрат помог, смотрите. Это на всю Россию показали. А ведь, ребята, это можно делать каждый раз. Выйдя из мечети, там столько салаба лежит. Помогайте всем, мусульманам, не мусульманам, это будет лучший да'ват. Лучшее распространение ислама, в примере, в лучшем. Рок Мухаммад, салаба ва салям, говорил, принимая ислам три раза. Потом показывал своим примером, лучшим примером. Стремитесь, из-за этого вы здесь. Из-за этого вы здесь. Всех денег не заработаете. Стремитесь помогать всем, кого вы встретите. Это будет лучше для вас. Потом люди скажут, смотрите, мусульмане, они помогают нам, они с нами добрые. Мы тоже хотим узнать об их религии. Такими добрыми и хорошими их делает их религия, они скажут. Поэтому пусть Аллах Всевышний нам поможет в этом служении Всевышнему Галагу. Пусть Всевышний Аллах даст нам правильное вероубеждение, баракат этих знаний, которые мы получаем, тоже пусть даст, пусть простит грехи наши, наших родителей, пусть Всевышний Аллах наших детей оставит в исламе, чтобы и наши потомки были в исламе, и чтобы ислам, флаг ислама на этой земле развивался и распространялся, распространялся свет истины на этих землях, именно поэтому мы здесь. Субтитры создавал DimaTorzim, и разделить собак за то, что дети будут сидеть и учиться на этих студиях, читать Коран, пусть поможет нам в этом деле. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzim, Субтитры создавал DimaTorzim, Субтитры создавал DimaTorzim, пенсион ensuring Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok